Это мост через реку Северский Донец. Позади город Счастье. Впереди крайний блокпост украинской армии и практически сразу позиции боевиков. По обе стороны переправы, лесопосадки и холмы. Оттуда в любую секунду может начаться очередной обстрел. Нельзя считать, недооценивать их тоже. Там тоже есть люди, которые могут пересечь линию фронта. Так что мы тоже не дремлем здесь. На мост не пускают автомобили и общественный транспорт. Передвигаться можно лишь в сопровождении военных и то небольшими группами. Политики и чиновники здесь крайне редкие гости. Тем более иностранные. Для вице-спикера парламента Грузии армейцы делают исключение и пропускают его к своим позициям. Мы там не останемся и не будем, так сказать, как они воюют. Но хотя бы прийти к ним и сказать спасибо. Хотя бы прийти к ним и сказать, что мы рядом с вами, душой и телом. Молимся за вас. Делаем, что сможем. Оппозиционный грузинский политик приехал в счастье поддержать украинских бойцов. Его визит не ограничился посещением штаба. Решил увидеть своими глазами, как служится на передовой. Какое настроение у ребят? Боевое. Не будут сдавать? Нет, мы отступать не собираемся. Пока грузинский гость общается с военными в блиндаже, нам показывают последствия недавнего обстрела. Эта мина прилетела сюда уже во время перемирия. Блиндажи и окопы не дают стопроцентной гарантии безопасности. Это крайняя точка. Те, кто здесь воюют, постоянно рискуют жизнью, даже во время перемирия. Попала мина, разорвалась наверху, хвостовик залетел в середину. Ну, все живые, только Сайдара ранило. Бойцы 92-й бригады находятся тут круглосуточно уже с сентября. Они первыми принимают на себя вражеские удары. Сегодня здесь действуют скорее законы войны, чем перемирия. Мы провели на блокпосте около получаса. Обстрелы не прекращались ни на минуту. Продолжение следует...